Займутся проверкой автозаправок. Общественный проект трасса «Контроль качества и безопасности» выиграл грант президента. На реализацию своей идеи активисты получили 2 миллиона 900 тысяч рублей. Проект для области не новый. Общественники уже его реализовывали. Только в этом году эксперты проверили автозаправки в 83 муниципальных образованиях области. В результате за различные нарушения продавцов топлива оштрафовали на сумму более 2 миллионов рублей. С новой финансовой поддержкой они расширят поле деятельности. Кроме проверок автозаправок займутся и судебными тяжбами. Юристы проекта будут бесплатно помогать в судах автолюбителям. За помощью уже обращаются. Полгода автомобилю, его сняли с гарантийного ремонта. Сказали, что это качество топлива. Нет предоставив никаких документов. Сейчас как бы модно, сваливаясь на заправку, попробуйте потом с заправкой разберись. Судебная практика показывает, что с заправками судиться очень сложно. И нерадивый, так скажем, автосервис этим пользуется. Так вот, таким автомобилистам, которые попали в такую беду нехорошую, когда их заведомо вводят в заблуждение относительно причин поломки этого автосалона, будем помогать. Проверки АЗС региона тоже продолжатся. Эксперты проекта обратят внимание на продукты, которые продаются на заправках. Только в этом году из 52 проверенных АЗС на 4 были проблемы с продовольственными товарами. Там продавали некачественную выпечку. Но главной темой, конечно, остается безопасность. Общественники хотят привлечь законотворцев региона к проблеме некачественного топлива. В соседней Нижегородской области уже принят законопроект о запрете продажи дистиллятов. Участники проекта надеются на создание аналогичного закона и у нас в регионе. Все прекрасно знают, что когда на заправке под видом моторного топлива продаются дистилляты, то есть никто из нас, никому из нас не может быть гарантирована безопасность нахождения на автозаправочной. Станции там уже связаны как с здоровьем, как с пожарами, как с друем и так далее и так прочее. То есть эту проблему мы тоже будем сейчас решать.